В гостевом доме Ветла, в деревне Грязь, попадаешь в атмосферу старого русского города лет 55 назад. Это фоторепортаж юного Юрия Коровина, только ставшего студентом авиационного института и отправившегося на экскурсию в Переиславль-Залезский. Снимать Юрий начал школьником на фотокамеру смена и учителя его велики, поскольку день и ночь пропадал в музее Пушкина на Волхонке, где работала его мама. Не потому ли снимки юноши столь зрелы, не потому ли они живописны, в чем позже его будут упрекать и в редакциях газет и коллеги по фотоклубу «Новатор». Красота запустения, красота простоты и атмосферы старинного русского города, где и в советские времена люди жили в архитектуре и духе предков. Мне, например, очень интересно именно это путешествие во времени, потому что сейчас, если вы приедете в Переиславль-Залезский, он уже другой, он не такой. Вот здесь как раз это и есть репортаж прошлый век. Это вполне себе репортажный. То, что мы теперь уже действительно не увидим и не узнаем, а вот на этих снимках это будет жить. Да, сегодня сияют новизной восстановленные монастыри и храмы, но нет уже деревянных мостиков, а потемневшие бревенчатые дома ныне огламорены пластиком сайдинга из стеклопакетов. Вместе с комфортом пришли роскошные особняки, вытеснившие уют и непосредственность деревенского уклада. Раньше по этой русской колейке возили торф из-за озера Плещей. Так вот, эту русскую колейку уже разобрали. В конце 80-х, начало 90-х. Да и рыбацкая слобода уж совсем не та. Вода, река, лодка – особая тема в творчестве Юрия Коровина. Лет 40 он отдал путешествиям по воде. Потому лодка – одинокая или преодолевающая стихию, героиня многих фотоснимков. Уже нет этих картинок. Я уже говорил об этом много раз. Ну, во-первых, там, где трубиш, там трубиш называется, имей в виду, где впадает в озеро, там еще есть лодки. Впервые фотокамеру Коровин взял в руки лет в 14. За свою фотокорреспондентскую жизнь объездил весь Советский Союз от Дальнего Востока до Калининграда. Сейчас перед мастером трудноразрешимая задача – показать фотопортреты Крыма, Владимира, Ростова, Владивостока, Казани и многих других городов и краев в одной юбилейной выставке, сохраняя концепцию. Я пытаюсь воссоздать тот снимок, который был сделан натурально, как мной напечатан. Я же говорю, я вот отсканировал от печаток тех лет, печать тех лет. И я, когда сканирую, я сохраняю все. Соотношение там, тонов, все. Как бы не сентиментально, говоря лишь о технических параметрах, Коровин доносит до зрителя тонкую материю прошлого, безвозвратный так быстро испарившийся аромат старины, босоногого детства, когда рыбалка была повседневностью, а фотоаппарат – мечтой. В данном случае осуществленный.